Сильный, могучий, большой. Чтобы носить рубаху Алёши Поповича, самому нужно быть немного богатырём, говорит артист Сергей Мшинецкий. Костюм из нескольких метров ткани и поролона удерживать на себе непросто. Не говоря уже о голове Витязя, весит 5 килограммов. Сама голова очень тяжёлая и центр тяжести приходится держать вот здесь. Я вам сейчас покажу. И видите, у меня глаз нет, я не вижу ничего. Хорошо, что результат перевоплощения могут оценить коллеги. Серёжка, ну как со стороны? Да со стороны как, прекрасно. Кроме Алёши в масленичных представлениях участвуют десяток персонажей. Скомарохи, матрёшки, цыганик, конечно, ясное солнышко и прочее. С 12 по 18 февраля в фойе театра все они будут устраивать для ребят народные забавы. А в конце, конечно же, небольшой подарочек обязательно должен с собой унести каждый ребёнок. Будут раздаваться такие небольшие сладкие подарки. Но это уже на десерт. В начале каждого дня праздничной недели спектакль по щучьему велению. Ну что, Эмелешка, согрелся? Нет. Ох, как холодно. Артист Сергей Синёв играет в спектакле уже 7 лет. Говорит, среди детских один из любимейших. И главная постановка и персонаж очень подходят к празднику. Этот озорник-проказник. Он народный, он традиционный. Звучание имеет как раз подходящее для этого весеннего праздника. Завершится Масленичная театральная неделя с сжиганием чучела зимы. Весело попрощаются с ним в сквере театра в воскресенье 18 февраля. Весь русский народ поздравляю с Масленицей. Жанна Лавянникова, Андрей Капустин. Информационная программа «День». 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 «День».